Друзья, мы попробовали формат викторины в Питере, он клевый. Единственная проблема в викторине в том, что вопросы исчерпываются, поэтому в этот раз будет довольно нестандартный. Немножко я рассказываю про правила. Вы переходите по ссылке kahut.it, и сразу будет поле выбора паролей. Вы можете делать что с компьютера, что с мобильного телефона. Вы выбираете синик, и вы принимаете участие. Дальше получается такой момент, что вопрос всегда будет на экране. То есть главный источник вопроса — это не ваш телефон или компьютер, а вот этот дисплей, либо по бокам аудитории. И вы, само собой, видите четыре варианта ответа. Дано определенное время, вы должны выбрать правильный. Чем быстрее выбираете, тем больше очков. Чем больше правильных вопросов подряд, тем больше очков. Ну, понятно, как это работает. Так, я выключу свет, который впереди. Вот так. Мы подождем людей, и самый главный момент — у нас есть подарки. У нас есть как физические в виде майк-подарки, так и не физические в виде апп-код кодов, в виде дополнительного кода от Алины. Поэтому есть мотивация, во-первых, получить какие-то подарки, во-вторых, проверить свои навыки нестандартных вопросов, потому что это не вопрос о собеседовании в компании. И, наверное, я дам еще где-то минуту, и после мы уже будем начинать. После каждого вопроса мы, кстати, будем видеть, как большинство ответило, и сможем обсудить, почему тот или иной ответ. Может быть, я оказался неправ. И в итоге... Так, маленький вопрос. Кто-нибудь еще не успел зайти? Нужно ждать кого-то? Поднимите руку, пожалуйста. Да, еще. Нужно ждать. Еще раз для тех, кто уже вошел, расскажу. Вопрос будет гореть на экране. Будет вопрос и четыре варианта ответа. У вас на телефонах или компьютерах исключительно будут четыре фигурки с соответствующей вариантом ответа. Вы, само собой, нажимаете на правильный, ну, или ту, которую считаете правильной, и под конец вопроса мы получаем очки. Еще раз, за скорость, и самое главное, за количество правильных ответов подряд. То есть, тыкая по-рандомному быстро, вы не выиграете. Даже учесть то, что теория вероятности окажется на вашей стороне. Ну что ж, я считаю, что... И такой момент. Если кто-то с трансляцией или сидит в кинозале, я боюсь, у меня плохие новости, там может быть задержка. Вы понимаете, что задержка приведет к тому. Так что, если кто-то в кинозале, вы можете быстренько сюда добежать и присоединиться. Ладно, все. Еще раз прошу, поднимите руку те, кто еще не успел подключиться. Все. Один человек? Три. Три. Хорошо. Давайте еще минуту ровно, иначе мы просто не успеем, и нас выгонят из этого здания. Давай, дайте пути. Да все, уже не растет. Гоу. Ну все, я думаю, можем начинать. Все? Ладно. Что ж, начинаем. Итак, ну это, конечно, что за мероприятие, понятно. Первый вопрос. Какой из следующих флагов имеет вероятность сильно ускорить инкрементальную компиляцию Swift? Да, у нас такая образовательная викторина, чтобы те, кто… Первое. Такого флага не существует. Второе. Swift speedup. Третий. Swift whole model optimization. И третий. Swift don't compile untouchable files. Untouched files. 30 секунд на вопрос задается, кроме одного. На один дается 60. Так, правильный ответ Swift whole model optimization. Благо многие знают, но, как ни странно, еще 27 человек выбрали последний пункт. Это интересная догадка, но проблема в том, что наш эксперт по Swift с предыдущего доклада вам расскажет, что не все так просто. Swift не по файлам компилируется, а все в одну кучу. Поэтому, да, есть такой флаг. Он звучит как Swift whole model optimization. И у меня на работе лично в проекте, где 700 Objective-C файлов и 200 Swift-овых, получилось инкрементальный билд в 4 раза ускорить. То есть он в моем MacBook собирался секунд 40, теперь он собирается в районе 11. Ладно, пойдем дальше. Вот наши победители. Трамп третий. Трамп третий. Не надо тут. Мы идем дальше. Что такое? О, вот на этот вопрос задается 60 секунд. И он интересный. Вот есть код, который вы увидите. Вопрос заключается в том, как на пальцах схематично вызывается это. То есть у вас есть класс А, и первый вариант вызывается статический метод класса А, где вторым аргументом идет его instance. Второй вариант, где первым аргументом идет instance, например, как в питоне. Третий. Да, самая тяжелая артиллерия. Назад. А что еще? Другой ответ выбрать. Итак. Ну, правильный ответ последний. Многие предположили, что как в питоне, но нет. На самом деле, даже те, кто программировали на Swift с самого начала, знали, это недавно убрали, что был керинг, захват. И получается, если на пальцах объяснять, это некое замыкание, которое первым параметром вы передаете туда ваш instance, он захватывает и потом позволяет именно у этого instance вызывать этот метод. Не знаю на практике, насколько это полезно знать, но если вы копаете в Swift, и в целом хотите понимать, как устроен язык программирования, это очень важная особенность. Трампа вытеснили. У нас Серега неплохо. Идем дальше. Каким свойством не обладает launch screen файл? Это файл запуска. То есть вы можете скриншоты запустить, а можете собрать файл. Первое. Можете держать разный лейаут для разных trade collection. Он может быть как storyboard, так и xzip. Он может содержать navigation контроллер. Или он может быть с выполняемой логикой. Ну, например, там для выбора языка. Что ж, надеюсь, в мейле не упала сеть. Так, но вы всегда можете перезайти сайт вот внизу. Вот тут пин-код. Ваши результаты будут сохранены, если у вас причина вылетела. Но так, пока мы проанализируем результаты, получается так, что большинство ответило правильно. И действительно, особенность запускаемого экрана в том, что он не может обладать выполняемой логикой. Что логично. Этот экран, который показывается вам, пока приложение запускается. Он должен как минимум выполняться в каком-то отдельном хранилище. Вот. Многие решили, что не может содержать navigation контроллер. Да, это интересная особенность. Если вы создали как storyboard, вы можете преэмблить navigation контроллер и даже увидеть его при запуске. Еще часть подумала, что storyboard.exeep. Это уже прокомментировал. И минимум людей про разный layout. Что ж, у нас все время меняются чемпионы. Трамп не вернулся. Днем дальше. Какой сертификат нужно получить, чтобы разрабатывать работающие с QR-кит аксессуары? То есть, чтобы вы могли консультировать компании, вам нужно знать такие мелочи. Нет верных вариантов made for Apple, made for iPhone или made for health. Ну, правильный made for iPhone, хотя можно предположить, что made for Apple. Но большинство предположили made for health. Да. Но, как я уже сказал, этот вопрос не имеет особо практической ценности. Но, скорее всего, многие из вас или хотя бы большая часть хотела бы консультировать компании. Приятная зарплата, интересная работа, метапы, все дела. Поэтому такие тонкости нужно знать. Но перейдем дальше. Какое значение нет у AI в scroll view кейборде Smith's mode? Это режим, при котором scroll view будет спрятать клавиатуру. Interactive, none, on drag или automatic. С клавиатурой, наверное, работают все. И на всяких экранах, где есть scroll view, всякие текстфилды. Посмотрим, насколько ваше познание в ее скрытии. Надеюсь, вы не кодом это делаете. На return филды. Ну, правильный ответ, что нет automatic. Большинство ответило правильно. Но да, если сказать немножко теории, у scroll view есть такой enum, который может принимать разные параметры. Enum, это он изначально. Вы можете скролить, и с клавиатурой ничего не произойдет. On drag подразумевает сразу, как только вы начнете скролить, клавиатура свернется. И есть interactive, такой есть, например, vMessage, когда вы начинаете скролить, и клавиатура потихоньку скрывается. Самый стильный. Ну, automatic, непонятно, что он должен делать. Сам за вас решать, когда скрыть. Что ж, идем дальше. Чего нет в именовлениях на iOS? Это включая push и локальные. Все варианты правильные. Создание своего view-контроллера для презентации уведомления. Возможность удалять или изменять доставленное уведомление. Или возможность прикладывать и проигрывать с GIF-файл. Уведомления давно ушли за пределы одного текста. Давайте решим, насколько разработчики, посещающие Cockheads, используют все эти advanced штуки. Что ж, все варианты правильные. Большинство из них, конечно, появилось в iOS 10. Но некоторые считали, что нельзя GIF-файл проигрывать. Нет, их можно. В такой же логике, как и второй вариант. Вы создаете view-контроллер, в который вы можете прогрузить GIF-файл, она даже будет играть. Единственное, так сказать, ограничение таких view-контроллеров, кроме песочницы дополнительной, в том, что юзер не может взаимодействовать с элементами на ней. То есть вы можете показывать любую информацию, но юзер не сможет нажимать кнопки, скроллить или еще что-то. Что ж, перейдем дальше. Какой из типов SWIFT 3 не получил свою личную структуру, реализованную на SWIFT? ns-index-set, ns-cache, ns-notification, ns-date-interval. Ну, знаете, SWIFT 3.0 принес много изменений. Особенно интересны это личные структуры, которые, во-первых, работают быстро, во-вторых, имеют все необходимые интерфейсы для красивой работы SWIFT. Так что ж, ns-cache. К сожалению, это довольно комплексный класс, который было бы сложно перенести, но большинство угадало. Некоторые считали, что ns-date-interval, но нет. К счастью, или точнее, к сожалению, если вы зайдете в новом SWIFT в консоли, вы сможете создать как instance ns-date-interval из Objective-C, так и просто date-interval, который был реализован в SWIFT. Но большинство ответило правильно, что не может не радовать. Идем дальше. За какой период Apple рассчитывает финансы в iTunes Connect? Такой больше вопрос к инди-разработчикам и прочим. За временной период, указанный в iTunes Connect, временной период выбирается случайным образом, ровно за один месяц или ровно за два месяца. Ну, может, конечно, показаться, что Apple выбирает случайным образом, или ровно за один месяц, но нет. Во-первых, вы всегда можете зайти в iTunes Connect, открыть финансовый календарь, и они покажут, что в каких месяцах, например, это будет 35 дней, в каких месяцах это будет 24 дня и прочее. Это не случайный образ, он завязан на Apple, но сам факт того, что есть такая функция, она полезна, если вы, например, делите финансы или рассчитываете свой маркетинговый бюджет за определенный месяц. Полезно знать. Так, идем дальше. Какой важный человек на днях перешел из Apple в Tesla Motors? Знаете, кто? Крейг Федериги, Джонатан Айф, Тим Кук или Крис Латнер? Интересно, сколько я ответил неправильно? Вопрос на расслабон. Да, это Крис Латнер. Четыре Тима Кука? Интересно. Нет, он пока еще не переходил. Так, идем дальше. Неплохо. Какой формат используется для экспорта локализации? Само собой, вы будете передавать разработчикам, прямо из Apple, сказать, это P-List, X-Live, TXT или VLZV. Да, это такая небольшая, так сказать, пасхалка для тех, кто в теме. Ну, правильный XSIV самый страшный, потому что есть такой стандарт, его в 2002 году приняли, он расширится как XML Localization Interchange File Format. И да, это такой стандарт, по которому локализацию передают не только в iOS. И если вы зайдете в Xcode и будете экспортировать свою локализацию или импортировать, то вам, само собой, нужно будет использовать этот формат. Это важно знать, потому что самые, наверное, крупные сервисы, которые работают с вашей локализацией, подразумевают работу с этими файлами. Так. О, кстати, если вы видите такой огонь, значит, кто-то три раза подряд правильно ответил. Что ж, в каком языке можно потребовать вызов родительского метода? Так, что? А, в каком языке можно потребовать вызов родительского метода, чтобы он был обязателен? Или был warning, или error. Swift, нет верных вариантов, Objective-C, Objective-C и Swift. То есть вы можете поставить какой-то модификатор, так сказать, возможно, который скажет будущим наследникам класса, что им нужно вызвать родительский класс. Правильный ответ Objective-C. Но на самом деле в Swift Evolution он и правда есть, и в Swift 4.0 он с большой вероятностью будет добавлен. Task, точнее, запрос уже проверен, и он находится как бы в процессе. В Objective-C такой флаг существует очень давно. И если вы поищите, то, само собой, это обсуждалось активно, когда вышел Swift, потому что в нем его не было. И вот спустя 4 года, там, 3 года мы его получим. Но на текущий момент это доступно только в Objective-C. Что ж, идем дальше. У наследника тест-кейса, который базовый, сколько раз вызывается метод setup? Столько раз, сколько тестов в этом классе? Один раз? Нет верных вариантов? Или зависит от того, статичный он или метод экземпляра класса? То есть, как видите, вопросы от менеджера до архитекторов. И тех, кто хорошо должен знать Objective-C. Ну, да, зависит от того, статический он или нет. Потому что получается, что статический вызывается ровно один раз. Instance-класс вызывается столько раз, сколько тестов в этом классе. Само собой, понятно, что статический для глобальной конфигурации, экземпляра класса для текущих тестов. Большинство считают один раз, и это статический тест. Это так, например, в Java, если я не ошибаюсь, работает. Идем дальше. В какой группе хотя бы один параметр не является валидным для такой конструкции в Swift? iOS, macOS, Android, PS4. Все являются валидными. OS X, Windows. На какую операционную систему вы, возможно, не можете проверить? Ну, как мы увидели из доклада предыдущего спикера, Swift идет к большой кроссплатформенности, поэтому все являются валидными. Причем самый прикол, что Xbox'а там нету, там есть PS4. Это был реквест где-то полгода назад, год назад, когда его добавили. Сейчас, возможно, не актуально, но не исключено, что те, кто запросили, хотят перенести Swift для разработки приложений на PS4 в том числе. Но большинство действительно подумало, что либо PS4, либо Android. Идем дальше. Что такое function в Swift? Ну, само собой, с решеточкой вначале. Это штука, которая позволяет создавать другое значение функции для C. Это специальный модификатор блоков для Objective C++, специальный модификатор блоков для C++, или литерал названия функции. Но это литерал названия функции, не все так сложно, как казалось бы. Он используется чаще всего для логирования. Когда вам нужно записать логи, например, какая-то функция, или создать свой кастомный лог, вы будете использовать этот литерал. Также вы можете использовать разные ваши движки для аналитики и прочего. Но большинство ответило правильно, так что хорошо. И, наверное, последний вопрос. Security Enclave. Что это такое? На английском и подразумевая это, это специальный security элемент для старых айфонов, это CPU на низком уровне для операции шифрования, это специальный чип для Apple Pay, или это специальная американская компания, которая относится к Apple Pay, взаимодействию Apple и Apple Pay. Такой доклад даже был на Coca-Heads, где вырылись в этой вещи, так сказать. И да, это специальный CPU-движок, в принципе, например, он используется для записи ваших Touch ID отпечатков. Но, само собой, большинство ответило правильно. И чип for Apple Pay, нет, это не совсем так. Для Apple Pay используется NTFS внутри айфонов. А, у нас есть победители. Кто это? 10 из 15 правильных. Это очень неплохо. Кто такой Антон? Проходи. Очень круто. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри. Ну, ладно, будем разбираться по мере. У кого второе место? Кто такой Vist? Выходи. 9 из 15. АПЛОДИСМЕНТЫ И Голдион. Это кто? О! АПЛОДИСМЕНТЫ Также хочется посмотреть остальных. Во-первых, вы можете сейчас вставить оценку, если вы еще не вышли. Но мне куда интереснее посмотреть, кто еще остался. Пока люди голосуют. Пока хотелось бы спросить, кому какая маечка? Есть XL, есть M, есть S? Те XL, наверное. Те S, Те M. Итак, S, XL, M. Такой вопрос про S. Есть еще M черная. Ты можешь выбрать либо S серую, либо M черную. М. М. М и XL. Так, мы бы хотели узнать, кто еще на каком месте, для того, чтобы пригласить сюда еще трех участников, или двух участников. Давайте так. Прошу прощения. Кто такой Alex M? Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И Энтропетус. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще осталось S и XL. Вы можете получить майк. XL. S. Вот. Что? Трех. Трех. И еще Смотрите, подойдите ко мне, пожалуйста, после конференции. Мы готовы, так сказать, выдать два ключа для АПЛОД на год, чтобы попробовать, если кто-то заинтересован. И также Алина готова выдать… Ну, она в конце конференции скажет, что она готова выдать какой промо-код. Если кто-то из вас будет заинтересован, он получит. Спасибо. Спасибо. За участие. На этом мы закончили викторину. Спасибо. И у нас еще есть последний доклад, который я решил рассказать. Последний доклад будет рассказывать Саша, как он уже сказал. И это такая футуристическая тема по поводу того, что у нас идет дальше с мобильными интерфейсами. Спасибо. Что бы я хотел сегодня взять? Я не хочу показать какие-то концепты от дизайнеров про то, как мы будем в VR контролировать интерфейсы. Я не хочу говорить о каких-то юзабилити вещах, которые, наверное, многие дизайнеры лучше меня знают. Я бы хотел посмотреть некий evolution UI-фреймворков, которые бы позволили нам адаптироваться под современные реалии. Ну и такой момент, что все примеры и картинки вымышлены, любые совпадения с реальностью случайны. Так, в чем же заключается идея? Зачем все это? Ну, UI-сфера давно стоит на месте. Вы понимаете, у нас есть куча новых языков, например, как Swift. У нас есть разные паттерны, которые мы все прогрессируем. Viper, MVVM сейчас популярные, вон Uber свой вообще паттер разработал на основе Viper. У нас есть куча фреймворков, которые меняют подход к разработке, например, Reactive, RX-Swift или Reactive Cocoa и прочее. Но в UI с момента релиза iPhone UI-кита толком ничего не изменилось. Да, там появился, например, layout, но в целом, или storyboard, но в целом мы подходим одинаково. И разрабатывать в коде вообще никак не повлияло на то, как это было, например, в iOS 2. Ну, разработка в коде никак не изменилась в современном iOS 2. И поэтому в первый момент у нас очень много концептов, много людей, которые хотят реализовать какое-то минимальное приложение, прототип, и тратят кучу времени на реализацию даже обычной таблицы, которая там грузит данные откуда-то, красиво выводит и обрисовывает. То есть даже если это, мы скажем, не красиво, а базово, у вас это займет, скорее всего, много срок кода. Я вот взял кусочек из фреймворка, который я писал для цветов. Вот было все просто. Я говорил цвету, посылал сообщение, говорил, что я хочу. То есть это позволяло действительно, во-первых, делать код довольно читаемый, во-вторых, мне позволяло очень быстро взаимодействовать. Второй момент – это количество приложений для разных сфер, то есть городских инфраструктур. Скорее всего, нам нужны будут стандарты, потому что их все будет больше и больше. И такие приложения, как сейчас, для разных кафешек, которые падают, некрасивые, неудобные, их должно становиться меньше. Ну и UIKit не станет open source, как бы мы ни хотели, и у него не будет никакого evolution process, то есть комьюнити не сможет влиять. А есть сейчас много-много сфер, например, даже машинного обучения, в которой команды Apple отказываются нормально работать без взаимодействия с внешними источниками. И все знают, насколько скрыта Apple, но все знают также, что сейчас она потихоньку разрешает разным отделам рассказывать о том, чем они занимаются, и наоборот получать знания из других источников. Что ж, вот, например, у нас есть Swift, который стал open source, и как можем увидеть, что в Swift у нас 500 контрибьюторов, и в эволюции, то есть в этапе развития 150, что довольно много, и поверьте, даже не 10% там из Apple. Что ж, о чем же я хочу поговорить сегодня? Я хочу сказать потенциал для пользователя, как они будут видеть нужную информацию, а потенциал для разработчика, как разработчики будут собирать такие интерфейсы, и о том, как это все будет развиваться. Ну и, как я уже сказал, это будет исключительно мое имхо, поэтому я не претендую на то, что это так будет, но это, так сказать, мои фантазии о том, как бы это хотелось видеть. Что ж, само собой я не из воздуха это подумал. Есть куча факторов в современном мире, которые повлияли на такое мнение мое. В первую очередь, это реактивное программирование. Ну что такое реактивное программирование? Это пародимое программирование, которое анонтируется на потоке данных и распространение изменений. Или если на пальцах у нас есть А равняется Б плюс С, в нашем знакомом оперативном программировании А будет изменено, где мы ее вызовем, а в реактивном каждый раз А будет меняться, как изменится Б или С. То есть мы подписали А на изменение Б и С, и будем производить какое-то действие. Ну вот я люблю брать из RxSwift пример, где там буквально в пару строк команд реализован фреймворк, который ищет, там делает определенные задержки, грузит все из облака и изображает. Это куда меньше строк кода и отчасти даже понятнее, чем это можно реализовать руками на базовых компонентах. Но само собой у реактивного программирования есть свои недостатки в том, что его дебаггать почти невозможно. И меняя что-то в одном месте, у вас ломается что-то в другом. Но я буду говорить о более таких безопасных особенностях. Что ж, наверное, стоит сказать про следующий фактор. Это чат-боты. Ну, я не буду читать описание, что такое чат-боты. Я просто скажу, что самая интересная для меня особенность, это то, что они имеют строгие гайдлайны ввода и получения информации. Это значит, в отличие от приложения, где должен быть анбординг, где, скорее всего, часть юзеров не поймет, часть не видит ваши фичи, скорее всего, с тех пор, как вы заслили в чат, вы поняли, что он от вас хочет и что вы можете ему дать. Ну и вот просто пример для тех, кто может не знать, два чат-бота. Первый — это AppNZR в Фейсбуке, где он просто спрашивает, что он от меня хочет, я вожу, и когда это можно, он показывает мне кнопки. И, например, Foursquare Bot, в котором я могу быстро искать ближайшие заведения. Что ж. Также есть докладка от спикера, с которым я хорошо знаком и очень уважаю, от Джона, который раньше был лид iOS-девелопером в Spotify. Сейчас он в Польше над своим проектом работает. Но он читал год назад примерно про backend-derived UIs. То есть он говорил про то, что вот все эти UI из Spotify, как бы они красиво не выглядели, в целом они слишком одинаковые, но на реализацию каждого у них в команде хочется куча времени. А что, если можно было бы задавать его в каком-нибудь привычном формате, он взял JSON. И самое главное, еще можно сервера управлять этим. И на самом деле, куда все проще, чем кажется, мы можем выявить какую-то парадигму. Что ж. И последним, и самым важным фактором, который в свое время повлиял на меня, это был WatchKit. Я не скажу, что WatchKit — это что-то крутое, и часы я тоже не так полюбил, как хотелось бы, но у них очень была интересная верстка. То есть у вас есть три на выбор. Вы можете сказать Size to Fit Content, Relative to Container или Fixed. Например, Relative to Container. И выравнивание по центру. То есть у вас была ячейка, которая выравнивалась по центру. Вы говорили, что она занимает 40% от экрана плюс 20 дополнительных отступов по бокам. То есть два параметра, которые вы могли отправить откуда угодно, вы могли четко задать, как выглядит ячейка на экране. Был и другой. Fix, например, размер. Тоже популярно. Вы, например, хотели выравнить слева и в 40 единиц. Или же, например, сказать, что вы от контента зависите. То есть все, что будет происходить внутри, и будет задавать ваш размер. И получается все довольно интересно. То есть вы можете эти параметры уместить даже в красивые нам из свифта. И задавать размер в очень читаемом и удобном виде, а также отправлять их откуда-то. Но так в чем же идея? Столько слов. Идея в том, что у нас будет мутабельный UI, когда вам достаточно просто сказать, от какой логической структуры вы зависите, и все изменения внутри нее будут, так сказать, демонстрируют ваш UI. У вас будет понятна и простая верстка. У вас будут понятны и красивые переходы одного типа контента к другому, который выстроен сообществом. У вас будут визуальные компоненты, которые спроектированы заранее сообществом, пускай они даже не реализованы в системе. Да, это страшное слово. Оно используется в protocol-oriented programming. И, например, используется, когда вы заготовили протокол, у вас еще нет класса, который с ним работает, но вы знаете, что когда-то так будет устроено. И мы хотим open source, чтобы все могли в той или иной мере вовлекаться. И отсюда же еще выступает то, что сейчас есть большой хайп на машинку. Почему бы нам не обучать на таком фрейворке модели и знать, например, какого размера кнопки пользователь предпочитает. То есть другие приложения учатся на пользователе, и когда он качает ваше, вы уже можете немножко подстраивать интерфейс под его предпочтение, чтобы он чувствовал себя удобно. UIKit, к сожалению, под это не подточен по своей парадигме. Что ж, давайте перейдем к примеру, а потом к абстрактному коду. Вот представим, что у нас есть какое-то суперпростое приложение, квест, которое выглядит так. У вас есть две кнопки, и текст, и картинка. Вы нажимаете, само собой, и у вас переходит на следующее действие. Что тут происходит, если разобрать подробно? Тут происходит простое. Тут у вас есть изображение, которое просто фейдится по-базому. У вас есть текст, который, само собой, имеет какой-то кастомный, например, переход. И у вас есть кнопки, набор кнопок, который может быть неограниченно большой или маленький, и, само собой, они тоже меняются. Давайте пойдем глубже и посмотрим по простую верстку. Вы можете выразить изображение просто, как полная ширина плюс размер контента. То есть по высоте она будет динамичной, зависит от картинки. Будет картинка 16 на 9, будет, само собой, высота меньше. Будет картинка 4 на 3, будет другой размер. У вас есть текст, который по ширине составляет 0,9 от экрана, и также по контенту. Также он как бы выровнен по горизонтали и по центру. У вас есть кнопки, которые на самом деле не кнопки, потому что мы скажем, что у нас супер базовые структуры, а некая композиция. То есть композиция чего? В первую очередь текста, который сам по себе составляет 80% контента и выравнивается, и выравнивает себя по контенту с отступами по краям 16. И у вас есть некий view, который составляет от экрана, ну, скорее даже не от экрана, а от верхнего уровня 90% и также выравнивается по центру. Текст находится внутри этого view, а этот view реализует некий протокол touchable, который позволяет пользователю взаимодействовать с ним, как с кнопками. То есть отсюда можно понять, что у нас есть некие протоколы, и реализуя каждый, вы придаете своим классам, своим контейнером определенную экшены, определенную действительность. Но давайте опять же озвучим идеи и пройдемся по каждому на уровне абстрактного кода. Скажу сразу, весь код, который я показываю, был скомпилирован мной. То есть все, что я покажу, можно спокойно уже сейчас создавать в свифте. То есть это не будет страшной конструкции. Но представим, что у нас есть модель. Она содержит в себе изображение, экшен и таблицу, точнее лист наших кастомных кнопок. То есть я называю кастом акшенс. То есть это даже не кастомных кнопок, а кастомных экшенов, которые экшены в себе для меня содержат текст и какой-то, например, блок действия. Дальше у нас есть бинт ее. То есть у нас есть некий интерфейс, в котором содержатся изображение, текст и таблицы из кнопок. Что ж, окей. Как бы мы это биндели все вместе? Вот у нас есть модель, и у нас есть бинт интерфейса. И, скажем, наш метод бинт бинтится очень просто. Мы к изображению биндим нашу картинку из модели, из текст биндим к тексту, и кнопки, начиная по компонентам, потому что у нас есть дженерики красивые, свифтей, мы позволяем читать любые переменные. Мы биндим с… Короче, текст на кнопках мы биндим с текстом из модели, но в обратную сторону мы биндим action нажатия кнопки с выполняемым блоком или выполняемой функцией модели. То есть все довольно просто. Мы говорим, кто в какую сторону связан. Это и есть наш мутабельный UI. То есть изменяя наш уровень, просто перезаписывая что-то, у нас будет тот переход, который мы до этого видели на картинке. Изменяя модель, пускай изменится количество кнопок, у нас изменится интерфейс. Так. И как он рисуется? Вот наша квест-левел-бинд просто реализует протокол интерфейс-дравлабл и на самом простом уровне она просто отдает компоненты, которые идут на интерфейс. То есть компоненты сами знают, как они должны выравниваться, а мы просто даем их последовательность. Теперь нашу структуру можно просто нарисовать одним вызовом. То есть наш UI задан вот этой структурой. Ну и само собой мы можем ее расширять не только до компонентов, но и до дополнительных ограничений. Например, мы можем создать базовый сепаратор и тоже передать в draw. И между картинкой и текстом будет сепаратор там с дефолтными настройками. Что ж касательно выравнивания, как я уже сказал. У нас будут структуры, и если я не ошибаюсь, это ведут в Swift 4.0, особенно с которым не очень не хватает. Но идея в том, что мы бы хотели в инамах иметь тоже optional параметры. Под optional я имею в виду, то что мы можем передать просто контент, а можем передать контент и внутри какое-то значение. Вот я показал тут. Конечно, вот этот пример невозможно, к сожалению, скомпилировать, но я очень надеюсь, что со Swift 4.0 он появится. То есть у нас есть инамы для каждой из оси, и мы можем передать, как я показал в примере раньше, сколько он занимает от контейнера в процентах, и, например, как он по высоте выравнивается. Что ж, что значит понятный и красивый переход от одного типа контента к другому? Но как на примере раньше, наш текст view, наш класс текст view, мог содержать к себе некую конфигурацию анимации. Причем у нас уже заготовлены, и еще более. Они как бы добавляются путем того, что open-source библиотека, переходы, но также мы можем создать кастомные. То есть у нас есть exchange animation, и он будет происходить каждый раз, когда наш текст будет меняться. То есть это то правило, как он перетечет в другой. Понятный юзеру. Никаких страшных рывков. Давайте поговорим, что же начало ретроактивное программирование или визуальные компоненты. Вот у нас есть action, в котором мы скажем touchable, slider type и picker type. И они сразу говорят, что нужно реализовать нашему компоненту или как реализовать взаимодействие с методами, а интерфейс, уже отрисовывая его, будет знать, как с ним взаимодействовать. Причем, почему ретроактивные? Потому что комьюнити само может создавать будущие протоколы для новых элементов взаимодействия. Их может не быть в системе, или вы можете их не реализовывать для своего приложения, но такие протоколы будут существовать, и в любой момент вы сможете добавить. Вот тут, например, у нас есть три типа. Первый – это обычная кнопка поведения, потом есть слайдер, где мы просто двигаем, и picker view. Причем я на MLT читал доклад и говорил, что ни одно приложение, которое я сейчас видел, не реализовало action sheet, так, как это реализовано у Apple, когда они делают кастом. Они забыли, например, про вибрацию, Taptic Engine на новых iPhone. И для меня это, конечно, немножко страшно, когда команды 36 iOS-разработчиков забывают такие вещи. С другой стороны, это окей, потому что сложно все детали учитывать. А вот такие протоколы, они сразу будут задавать наше поведение, и, грубо говоря, реализуя picker type, мы сами, система за нас будет вызывать этот Taptic Engine. Нам не нужно будет ничего такого страшного сделать. Само собой, вы понимаете, что мы не можем просто взять и наследовать UI picker view и получить то же самое, потому что UI kit парадигма не заточена. Но я уже говорил про готовые обучаемые модели, и, например, будут более комплексные протоколы, которые вы можете реализовать, например, recommendation touch type. Как он будет выглядеть? Все просто. Он добавляет вам два класса, два метода, которые могут вызываться системой у вашего класса. То есть recommended minimal size и, например, execution type. Под execution type я имею в виду, например, кнопка может вызываться, когда пользователь отпустил палец, а может вызываться сразу. Есть люди, как ни странно, по исследованиям UX аналитиков, которых очень раздражает, что действие выполняется не когда они нажали на кнопку, а когда они ее отжали. И вот это и есть рекомендация execution type. Про minimal size, наверное, не нужно объяснять, потому что по анализу, который, кстати, недавно публиковался в одной из iOS рассылок, считается, что оптимальный размер кнопки, чтобы люди попадали в нее шансом 98%, должен быть 96 на 96 поинтов. У Apple это стандарт в два раза меньше. Но, само собой, в моем представлении стандарт варьируется для разных людей, в зависимости от того, какие у него размеры пальцев и прочее. И вот это и есть та рекомендационная система, которая на готовых моделях обучается. Само собой, это может быть и для текста. То есть она может рекомендовать минимальный шрифт, а также может рекомендовать для вашей purpose, то есть для вашего стиля. Например, вы делаете headline или просто описание, рекомендуемое, так сказать, вес. То есть не стоит использовать, так сказать, какую-нибудь Helvetical Light 11 размера для заголовков, потому что это слишком мало. Ну и, само собой, это все будет open source, тем самым комьюнити само сможешь создавать такие модели, улучшать их или создавать свои протоколы взаимодействия. Ну и чтобы доказать, что это не что-то суперкомплексное, я расскажу про пример, который, если кто-то сталкивался, знает, что очень сложно реализовывать, ну, не то, что сложно, но комплексно реализовывать кнопку, где есть, так сказать, две картинки по бокам и текст по центру. То есть, скорее всего, вам придется написать кастомный, это даже не UI-баттон, а view, на котором будет UI, или, точнее, не view, а кастомный UI-контроллер, control, UI-контрол, который, само собой, на него кладет лейбл, две картинки по бокам и реализует все эти тачебл действия. Как же в этой парадигме может быть реализовать? Ну, вот на пальце примерно так. У вас есть структура, я даже прям соберу, как и до этого, не задам какой-то тип, а задам комплексную структуру с биннингом, которая имеет два изображения, текст, из-за того, что она touchable, реализует touch, который вы видели на экранах раньше, и свою парадигму. И вот ее сетап. То есть вы кладете, само собой, по бокам изображения, у которых 20, и текст по центру, который выравнивается со всем. И вы задаете некое правило, которое less or equal, если вдруг у кого-то возникли вопросы по дороге, а как же задавать такие условия, которое говорит кнопке, что она может быть маленькой, но не больше, чем 80% от рамки, в которую ее положат. И draw. И все. То есть, во-первых, это довольно понятная для чтения логика, вы сразу понимаете, какой компонент как выглядит. Возможно, это можно еще больше упросить. А во-вторых, ваши компоненты, это не какие-то классы, которые наследуют предыдущие классы, тянут за собой весь хвост, а это некие контейнеры, описывающие поведение элемента и обрисовывающие на базовом уровне. И если каких-то базовых элементов будет не хватать в системе, то само собой open source community их добавит. Ну, на этом все. Я постарался сделать такой маленький докладик. Спасибо. Возможно, у вас... Да, у кого есть вопросы к данному докладу? Ну, раз вопросов нет, я думаю... На самом деле это все очень круто. Я заметил, что это похоже на лаяут часов, опять-таки, либо на stack view, только приправленный протокольно-артирным программированием. Но как реализуется вот в этой всей схеме кастомные анимации, когда нам нужен элемент, именно в координатах передвинуть как-то? Ну, это хороший вопрос. Сейчас я найду соответствующий слайд. Вот. И тут я показывал пример, как бы, как реализовать переход текста, как ему задать. Само собой будет, например, какое-нибудь нацеленное действие, которое принимает функции того же тайпа, но вы делаете, например, не custom анимацию, а move animation, который принимает два параметра. Куда сдвинуть? И может быть еще curve третьим параметром. Вот и все. То есть вы само собой вызываете какую-нибудь функцию у объекта, который будет взаимодействовать на его рамку. Да, в принципе, понятно. Просто у нас идет иерархия именно вьюшек, вот как, например, в том же stack view. Там одна вьюха привязана к другой, они друг по другу лежат, а если нам нужно вот одну из этих вьюшек из иерархии просто вытянуть и куда-то переместить, этот случай. А, все, я понял. Хороший вопрос, потому что получается, что на этом вся иерархия ломается. Да. Вот. Это относилось к пункту про чат-боты, когда вот это массовый контроль не есть преимущество. То есть, если вы начинаете вдруг из какой-то красивой, ровной верстки двигать элементы куда-то чуть вбок, ну, даже не то, что чуть вбок, вообще по CY, но другие элементы поверх или наоборот сильно вниз, то это рушит вас ваш UI, так сказать, его внешний вид. И, возможно, для там 10% приложений, даже меньше, я предположу, что этот подход будет рабочим, но это и серия, что некоторые приложения пишут не на UI-ките, некоторые пишут на Sprite-ките, некоторые вообще кроссплатформенно делают, и это нормально. И вот как раз это оставшееся, так сказать, каста приложений, они смогут использовать либо старый UI-кит, например, его же никто выпиливать не будет, либо, например, какие-нибудь игровые фреймворки, которые действительно позволяют вот эти все перемещения страшные сделать еще с каким-нибудь блуром, с какими-нибудь частицами и прочими. А для базовых интерфейсов, потому что мы хотим прийти к некой унификации и быстрой реализации, само собой, такие кейсы не будут стандартными и, скорее всего, не будут учтены. Я получил ответ на свой вопрос. В принципе, да, согласен, что для базовых интерфейсов простых это очень крутой подход, очень быстрый и удобный. Спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо за доклад. Вы рассказывали, что приложения будут получать какие-то предпочтения пользователя. А откуда оно их будет брать? Я понимаю, из других приложений, но там вначале ведь будет какая-то, не знаю, базовая комплектация, например. Он в настройках их сможет поменять, что ли? Но на базовой комплектации получается, чтобы все пользователи вообще не будут менять. Эта система будет потихоньку учиться. То есть будет стандарт, как сейчас любой интерфейс. И если вы, например, как в настройках не поменяли размер шрифта или там не уменьшили анимацию или еще что-то не сделали, то вы получаете суперстандартный компонент, который, поверьте, там Apple и других является наиболее оптимальной для большинства. А дальше путем того, что приложение понимает, что вы начинаете масса по кнопкам. У меня… Или, например, то, что вы вчитываетесь больше, чем хотелось бы в текст. Оно начинает оптимизировать эти вещи. Спасибо. Ну, так любая модель учится. Еще у кого-нибудь есть вопросы? Да, впереди. Спасибо за доклад. Очень прикольно. Как я понимаю, можно просто написать, например, какой-нибудь framework небольшой к UI-киту, который будет, например, с сервера забирать какую-то информацию в виде там XML-ки, например, и будет строить UI. Но вот такой подход описан вот в этом докладе. И в целом да. То есть они же уже есть, в принципе, да? Они не закрывают. То есть я показал параметры и так вот тут есть лист того, что хочется. И само собой в этих решений, так сказать, реализовано только второй пункт таких решений. Ну, то есть это верстка, да? Да. Какой-то XML-ка получается и, так скажем, верстка. Ну, в принципе, и как бы обучаемые модели это как бы просто в другую сторону. Это абсолютно в другую сторону. Просто скоро будут, например, у нас, я так понимаю, простые приложения, которые будут, например, XML-ки получать, строить из этого интерфейса, соответственно, отдавать уже какую-то информацию для там, для обучения, для чего-то там. Ну, если мы говорим про последний пункт, то да, они будут отдавать информацию. Но проблема в том, что кто-то должен будет реализовать вот этот механизм автоматического анализа поведения пользователя. И это сложно в рамках маленького фреймворка или даже среднего фреймворка реализовать. Скорее всего, это должно быть на уровне уже Apple. А есть вообще какие-то готовые же вот open-source для верстки фреймворки, чтобы посмотреть, просто глянуть, поиграться, например, не знаешь? Именно для lightweight верстки таких я не видел. Да, и для UI-кита. Есть всякие, ну, не для UI-кита, есть всякие осинки, дисплей, компонент-киты и прочее. Они в другом направлении. Осинк это понятно. Это немножко альтернатива. Ну, нет, это в целом это не тоже примитивно, это про другое направление UI. То есть каждый по-своему видит. Вот осинк видит то, что все должно покататься моментально, а потом он синхронно подгружаться. Но компонент как раз был заточен, если не ошибаюсь, компонент-кит от того же Facebook под то, что в интерфейс по компонентам собирается. Ну, по компонентам, по-моему, так уже и можно делать. То есть, в принципе, я понимаю, в некоторых там фейсбучных, по-моему, приложениях такое есть. То есть они принимают какой-то UI уже от себя. Ну, сколько я читал. Ну, да, конечно, такое есть, но я вот прям готовый фреймворк, который хороший в уровне, кроме, наверное, компонент-кит, не знаю. Спасибо. Так, наверное, вопросов больше нет. Спасибо.